Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Что? Вы хотите сказать, что утро добрым не бывает? Ну, я с вами, конечно, согласна. Иногда так не хочется вставать и думать, что хотя бы еще 5 или 10 минут полежать в кровати. Но чтобы этого не случилось, и утро все-таки было добрым, я вам дам несколько советов. Попробуйте для начала вспомнить, что было в прошлый раз, когда вы опоздали на работу. И сон как рукой снимет. Но если это не поможет, я вам советую плотно позавтракать, а потом выпить чашечку кофе или чая. Зеленый или любимый черный чай. И обязательно добавить туда веточку мяты. У вас получится очень ароматный, вкусный и полезный напиток. Он активирует обмен веществ, поднимает настроение, и весь ваш сон пройдет как рукой. Снимет как рукой. А если туда в чашечку, например, добавить нам чай, наливаем чай, добавляем туда кусочек лимона, у нас получится настоящий, бодрящий, целебный напиток. А вот если добавить туда еще немножко меда, но меда у нас нет. А впрочем-то мы работаем на телевидении, а у нас, поверьте, друзья, чудеса случаются каждый день. Попробую я немножко поволшебничать. Вспомню заклинания и сказок. Как это было? По щучьему велению, по моему хотенью, появись мед в студии. Ага, щуки не хватает. Попробую другое. Экс, пекс, брекс. А то, что я забыла. Так, попробую я все-таки проверенный способ, которым пользуются мои внуки. После того, как они это говорят, в моей сумочке всегда появляются конфеты и шоколадки. Чуфыль, чуфыль, чуфыль. Мед в студии, появись. Вот это я наколдовала. Мед вместе с хозяином появился. Алис, здравствуйте. Здравствуйте. А как вы у нас оказались? Сидел на кухне, собирался завтракать. Тут оказался здесь. Ну, это телевизионное волшебство. Сработало. Ну, в общем, будем считать, что вас нам послал сам Бог. Потому что как раз-таки у нас меда и не было. Я говорила, что мед в студии появись, и вот появились вы. Но это такая большая удача, что вместе с вами не просто мед. Потому что вы много лет занимаетесь медом. У вас своя пасека, и вы о меде знаете все. Алис, что за мед? Это у нас майский мед прошлогодний. Это у нас местное разнотравие. Все травки у нас тут, которые произрастают вокруг Черкесии. А почему вот один жидкий, а другой густой? Ну, это все зависит от состава меда. Вот майский мед, он в основном состоит из акации, преобладания акации и там побочной травки. Но именно акация дает то свойство, которое не дает меду кристаллизоваться. Это из-за большого количества фруктозы в составе меда. В противовес другому тоже очень полезному сахару. Глюкоза, он не дает меду схватиться. А именно преобладание глюкозы, как в этом меде, заставляет мед кристаллизоваться быстрее. А скажите, они равноценны по полезным свойствам или различаются? По полезным свойствам каждый мед своеобразен. Все они полезны. Но дело в том, что майский мед, он считается как бы более легким медом. Поэтому предпочтительно для пожилых людей, для детей. Даже гипертоника можно его немножечко. Также у кого повышенный сахар, понемножечку его можно кушать. В отличие от лугового меда, который более насыщен лекарственными травами. Он более такой крепкий, поэтому его должны кушать здоровые, крепкие люди. А вот я еще читала про мед, который собирают первые с акации, что его даже можно употреблять людям, у которых аллергия. Так ли это? Ну, все зависит от степени сложности болезни у человека. И аллергию вызывает как бы не сам мед, а наличие пыльцы внутри меда. Но если у человека аллергия есть, рисковать не стоит. А я была уверена, что именно мед с акацией можно есть абсолютно всем. Нет, нет. А скажите, пожалуйста, Али, вот мне всегда интересно, говорят майский мед. Ну, это обычная акация, да? А почему называют его майским? Ведь собирают-то его в июне. Тут все очень просто. У нас вот в нашем регионе товарный мед получают у нас с рапса и с акации. Рапс уже, ребята, кто ездил на рапс, они уже покачали его, но его бывает немного. Но общей популярностью пользуются мед с акацией со всякими сочетаниями с глядейчей или с эрспацетом. Он на сегодняшний день уже зацвел и цветет. Это сейчас, как бы, еще неделю он будет продолжаться цветение. Это май месяц. Но созреет он все равно в начале июня. И мы будем его качать до 10 июня. Поэтому в народе он называется майским. Майский. Понятно. А скажите, Али, вот сейчас меда будет много, начнут его качать, да? И его предложений на рынке будет очень много. В магазин ты пришел, ты его купил, там ты его не попробуешь, не понюхаешь, не откроешь. А вот на рынке, как отличить настоящий мед от поддельного? Потому что, к сожалению, мы знаем, что бывают такие случаи, не очень часто, но бывают, когда пасечники хотят побольше выручить денег и добросовестно собирают мед. Как-то вот рассказывали мне историю, одни пасечники, они приехали, стали и лагерем, и рядом с ними, ну тоже приехали пасечники, и они привезли с собой мешком 20 сахара. И когда у них спросили, зачем это, они говорят, ну вот мы будем пчел разводить как бы водой, потому что погода не очень хорошая, дожди. И вот пчелам, чтобы было питание. У них спросили, ну это же будет не настоящий мед. Они сказали, ну ничего страшного, пчела эту всю воду сладкую с сахаром попьет, переработает и получится мед. Это мед или это не настоящий мед, как вы считаете? Ну, конечно, это уже не настоящий мед. Это, конечно, сахар прогнали через пчелу. Его уже будет очень сложно отличить от натурального меда. Любыми методами, которыми отличают, это уже лаборатория сможет определить. Поэтому надо покупать мед у добросовестных, проверенных людей. Или же примерно надо завести знакомство с одним или двумя пчеловодами и постоянно у них покупать. Ну, все-таки они есть не у всех. И когда ты приходишь на рынок, я вижу, прям глаза разбегаются, меда много. Ну, а как все-таки вот отличить натуральный мед или нет? Не можете дать нам? Может быть, вы нам что-то посоветуете, зрителям? Вот пришел на рынок? Ну, один из способов проверенных, это надо капнуть капельку меда на руку и растереть его. Если там присутствует сахар, то он со временем, рука побелеет. А мед, он обычно втирается и как мазь, он уходит. Он даже нелипким становится. Нелипким, то есть полностью впитывается в кожу, да? Да, ну, это один из методов. Но на сегодняшний день такой прогресс, что мед, который подделывает, он даже по качествам частенько бывает лучше, чем мед. Ну, не то что, ну, не отличить его, одним словом. С Китая такие подделки сейчас приходят. Из Китая? Да. Вот ярмарки меда приезжают, они недельку поторговали, поехали в другой регион. У них вот частенько это встречается. В общем, не будем мы на ярмарке покупать, будем покупать у своих пасечников. А, кстати, я знаю одного пасечника, он тоже уздетов. Джамал, это не ваш родственник? Нет. Нет, да? А вот мы снимали про него программу, и он тоже дает несколько советов. Давайте вместе посмотрим, может быть, вам тоже пригодится. Давайте посмотрим. Хорошо. Мед, когда берешь, переливаешь или разливаешь фасовку, она не должна разрываться. Она должна однотонным вот так вот течь при любом расстоянии. То есть вот эта струя должна прерываться, да? Совершенно верно. Она вот окончанием этого прерывается. Она там горкой собирается. И здесь не разрываться. Будет течь до тех пор, пока вы не перестанете наливать. Вот примерно так. А как отличить натуральный мед от подделки на рынке? На этот вопрос у нашего пчеловода тоже есть ответ. При посещении рынка или тех мест, где варианты есть, выбор, выбор большого меда там или небольшим медом, таким приспособлением мы мед точечку капаем вот так, таким образом. Достаточно капельку сделать и подождать немножко, посмотреть. Она сохраняется, она не растекается, да? Она растекаться не может. А если же там присутствуют иные какие-то добавки, там незрелый мед, незрелый мед фальсифицированный, или какой-то еще, она вокруг себя растекается. Сразу промокать начинает бумага. Али, ну вот хорошо, мы научили наших зрителей, как отличать поддельный мед от настоящего. Купили мы настоящий мед. Но ведь его можно не только употреблять, просто вот есть, там на хлеб намазывать. Может быть, какие-то лекарственные препараты с ним можно делать. Посоветуйте что-нибудь, знаете? Да, конечно. Самое распространенное это называется медовая водичка. Ее вот разводят с вечера, в пол-литровой баночке немножко пьют с вечера и потом с утра выпивают. Это очень помогает желудочно-кишечному тракту, очищает печень, желудок, кишечник. Также мед поддерживает полезную микрофлору в организме. Это позволяет этой полезной микрофлоре бороться с плохой микрофлорой, микрофлорой с микробами, там, вирусами. И тонус, иммунитет у человека повышается. Вот вы сказали медовая водичка. А что это за медовая водичка? Как ее готовят? Ну, на пол-литровую баночку воды, желательно сырой, там, через фильтр или с родника, берется столовая ложка меда. Столовая ложка меда на пол-литра воды? Да. И он сразу, как обычно, не размешивается. Ну, когда он постоит минут 15, он прекрасно размешивается, взбалтывается. А вот хотела у вас спросить, есть у меня коллега, который очень любит мед добавлять в чай. Я ей говорю, не надо добавлять горячий чай, она все равно добавляет. Правильно ли она поступает? Она поступает неправильно, надо немножечко чай, чтобы охладился, хотя бы до 40-50 градусов, потому что при температуре мед некоторые свои свойства теряет. А так я тоже люблю мед класть. В чай? В чай, да. А я в прикуску, видите как? Мне кажется, так вкуснее, когда ты чувствуешь его консистенцию, его вкус. А как вам-то в чай это растворяется? Ну, каждому. Каждому свое. Каждому свое. Али, а скажите, вот говорят, что очень полезный прополис, и с ним можно делать много лекарственных препаратов, тоже очень полезных. Есть ли у вас свой рецепт? Как такового своего у меня нету, мы все его из литературы вычитали. Ну, это спиртовая настойка, 70-градусный спирт, 20% прополиса берется, можно 15, можно 30, у кого какое желание есть. И обычно это пропивается в межсезонье осенью и весной курсом, столовую ложку на голодный желудок в течение двух недель. Это как бы укрепляет организм, все простудные болезни как бы устраняет. Ну, это профилактика. Это профилактика. А когда мы заболели, тогда лучший мед как употреблять? Ну, это с горячим чаем или с горячим молоком, чтобы человек пропотел, он дает возможность человеку прогреться. Все дыхательные пути она как бы прогревает, проходит простуда, выходит быстрее. Это как и с малиной. Также прополисовую настойку, горло полоскают, потом выплевывают. Тоже можно так использовать настойку, когда болеешь. Ну, вот вы сказали настойку. А как ее готовят? Сколько грамм на что? Ну, если она называется 20-процентная, значит 20% на 100 грамм 70-процентного спирта. Некоторые берут 96-процентный, кто-то на водке, но я предпочитаю 70-процентный спирт. И его мелко-мелко нарезаешь, прополис. Когда он охлажден, он более-менее поддается, резкий. И на 2 недели. На 2 недели ставим в темное место, да? В темное место и желательно каждый день взбалтывать. Взбалтывать, да? Потом фильтруем, осадочек убираем и чистую настойку уже употребляем. Ну, я думаю, что наши зрители услышали наш рецепт и осенью не позаботиться об этом. Ну, в конце лета, да? Да. Лучше сделать вот 2 недели, и потом начнется холода, когда мы знаем, что люди начинают болеть, простывать, ОРЗ, ОРВИ. И вот, для профилактики, по-моему, очень даже будет хорошо. Ну, а я буду утром, после ваших советов, конечно, пить эту водичку. Сделаю себе. И буду намазывать хлеб вашим медом. Хорошо? Договорились. А еще, дорогие женщины, я позволю вам дать совет. Если у вас есть мед и лимон, возьмите это все, смешайте. Ложечку меда, немножко сока лимона, и пока вы завтракаете, не носите на лицо. Или это вечером. И у вас кожа будет молодой, сияющей и здоровой. Вот так. Али, спасибо вам за ваши советы, за ваш мед. Пожалуйста. Отправляемся завтракать? Конечно. Чуфырь, чуфырь, чуфырь. Ты смотри, опять сработало. Может быть, мне волшебники переквалифицироваться? Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Пусть у вас день будет хорошим, радостным, настроение будет прекрасным. А мне пора идти думать над своим будущим. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...